У меня вопрос по сбалансированности межбюджетных отношений между сельсоветами. Скажите, почему к Майденскому сельсовету 0 и к Преображенскому сельсовету 0? Каждый сельсовет по сбалансированности получает порядка 2 миллионов, 2,5 миллиона, а вот если именно два сельсовета, у них по нуля. В связи с чем это, почему? Сейчас я могу объяснить. Дотация на сбалансированность бюджетов, она произведена исходя из разницы между величиной прогнозируемой расходной базы по каждому муниципальному образованию района по расходным полномочиям органов местного самоуправления без учета целевых средств краевого бюджета, но с учетом остатков средств на начало года, предусмотренных на выполнение полномочий по содержанию объектов ЖКХ. Данная мера применена только на 2021 год. И прогнозируемой величиной поступления собственных доходов с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. То есть эти два сельсовета, я так понимаю, миллионеры, да, что не налогается? Эти два сельсовета, они получают достаточно налоговые и неналоговые доходы. После того, как была произведена оценка их расходной части, была доведена до этих сельсоветов дотация на выравнивание за счет краевого бюджета, за счет районного бюджета. Дальше по методике следует, что если бюджет сбалансирован, то дотация на сбалансированность данным сельсоветом не предусматривается. У нас ситуация в районе складывается таким образом, что сельсоветом денег на следующий год по всем практически уменьшили от миллиона до двух. А что это такое? Это содержание дорог, это освещение, это уборка территорий, организация новогодних елок, которых, в принципе, отменили в этом году, но в следующем году будет. Масса других мелких вопросов, с которыми наши жители района сталкиваются ежедневно, выходя на улицу, приезжая в поселок, выходя во двор. Что у нас получается? У нас получается парадоксальная ситуация. У нас бюджетные учреждения, не могу сказать, что жируют, но тем не менее тратят деньги бюджетные. А жители района живут, извиняюсь, многие, извиняюсь за скудность речи в дерьме. То есть у них не убирают снег, не убирают мусор, свалки и так далее. Потому что нет на это денег. Поэтому я обращаюсь к коллегам депутатам, все-таки пристальнее посмотреть на бюджет следующего года и перераспределить часть средств с наших многоуважаемых МУГов, администрации в пользу сельсоветом.